И они отдали здесь предпочтение, лучше мы сейчас реабилитируем Кадырова, хоть мы его и не любим, хоть он нам ненавистен, хоть нам и после этого мы будем про него писать, поговорить. Кадыров, прогуливаясь по городу, он там говорит, некоторые люди, он говорит, там за рубежом, они, говорит, сами в себя стреляют, сами себя бьют молотками. И вот это был момент про сами себя стреляют, это уже все, начинался разговор, диалог на эту тему. И это была вот ровно такая же ситуация, когда им это преподнесли. Вот смотрите, как мы, любого мы достаем, любой, никто не уйдет от нашего правосудия, от нашей карающей руки. И они все думали, что да, действительно, шеф могущественен. И потом оказывается, что шефа, как дитя малое, обвели вокруг пальца и всех их. И это сделано... Многие твои политические оппоненты после твоего возвращения поспешили похоронить твою политическую деятельность. Можешь прокомментировать этот момент? Ну, на то они оппоненты, чтобы постоянно как-то хоронить тебя, задевать тебя и так далее. Это время покажет, чья политическая активность будет полезной, будет эффективной и успешной, а чья нет. Я могу лишь пожелать этим людям удачи. Если реально их политическая деятельность начнет приводить к каким-то результатам, то это будет хорошо. То есть, они не будут людьми, которые имитируют деятельность или идут постоянно к источнику воды. Они, наконец, станут теми, кто эту воду приносит. Пока тела обстоят так, что тот, кого они хоронят, принес конкретные результаты и может ими похвастаться. Просто не люблю это делать. Но если сравнивать, если кто-то хочет посмотреть, кто реально кого-то посадил, кто кого-то сделал так, что кого-то объявили в розыск, там завели уголовные дела, вышвырнули и так далее, то не смогут они тягаться с нами. Я имею в виду именно те вот эти оппоненты. Что касается конкретно того, что я сделал, я считаю, что это, наверное, одна из самых успешных операций, самый мощный результат, которого я добился. Это то, чем я горжусь. Я думаю, что когда-нибудь об этом стоит написать книгу. И это было, конечно, очень мерзко, что они попытались выставить это как что-то плохое в негативном ключе, сместить акценты. Понимаете, здесь произошел такой момент, когда я не подозреваю, допустим, этих людей в какой-то аффилированности с Кадыровым, в любви к Кадырову. Допустим, Милашина, Елена, я убежден в том, что она не любит Кадырова. Но когда перед ними стал вопрос ненависти к Кадырову и ненависти ко мне, ненависть ко мне перевесила. И они отдали здесь предпочтение, лучше мы сейчас реабилитируем Кадырова, хоть мы его и не любим, хоть он нам ненавистен, хоть нам и после этого мы будем про него писать, поговорить, это наш враг. Но сейчас вот ненависть к этому человеку, она важнее, она перевешивает. Поэтому сейчас мы его реабилитируем, мы его оправдаем, мы скажем, что это он, многоходовка, он умный, друг стал, все время был тупой, друг стал умный. И взяли вот так вот, сместили эти акценты. Это, конечно, очень мерзкое такое было явление, но некрасиво. Но что поделаешь? К сожалению, так обстоят дела. А на самом деле, конечно же, все мы понимаем, что произошло. Человек, чье правление, чья власть выстроена на концепции его могущества, его невозможности его наказать, его обмануть, его лохануть. На власть, построенная на иллюзии того, что он где угодно, кого угодно найдет и накажет, что никто не уйдет от его правосудия, в кавычках. Вы понимаете, что это рухнуло просто. Сначала, когда их начали проводить с ними профилактические беседы в Турции, а потом, когда, вот, допустим, сейчас очень много разговоров идет вокруг этой темы, того, как его обманули, лоханули. Но, ладно, там, то, что знает широкая аудитория, но его окружение ближайшее, оно-то знает, прекрасно понимает, что произошло. Это ведь они постили эти фотографии, там, утилизировали, они это ведь поздравляли друг друга. Это ведь им было представлено, что все, вот видите, он там болтал, и мы до него добрались. Это им было так преподнесено, и это они тогда кричали, как в этих средневековых фильмах, там, типа «Игры престолов», когда, помните, короля, когда избирают, или король что-то там такое делает, выдающееся, и все начинают кричать, там, король, живи долго. Это была вот ровно такая же ситуация, когда им это преподнесли. Вот, смотрите, как мы, любого мы достаем, любой, никто не уйдет от нашего правосудия, от нашей карающей руки. И они все думали, что да, действительно, шеф могущественен. И потом оказывается, что шефа, как дитя малое, обвели вокруг пальца, и всех их, и это сделали простые ребята, не имеющие каких-то серьезных ресурсов, там, подчинений, армии, ничего, просто имеющие голову на плечах, которой нет у Кадырова и его окружения. Вы понимаете, насколько это огромная репутационная потеря для него, насколько в их кругах, как они это обсуждают. Вы представляете, какие там хихиканьи происходят за спиной, там, на кухнях, со своими женами, там, коллегами, это ведь все обсуждается. Это колоссальный удар, который был по нему нанесен. И вот эти вот деятели, которые попытались это дезавуалировать, убрать это, знаете, реабилитировать его, сказать, что нет, это на самом деле они там что-то вот они сделали, а это вот тут, значит, были такие глупыши. Ну, как вы видите, по реакции даже людей, люди, к счастью, прекрасно понимают, как на самом деле все обстояло. И эти товарищи нанесли на самом деле сами себе колоссальный вред, очень серьезный урон. Допустим, Ян Глубаевы, я вот соглашусь, наверное, с Милашиной, она в статье пишет, почему она считает, Ян Глубаевы решили выпустить это видео. Они подумали, что я сейчас, то есть они видели, что я укладываю видео, постоянно дергаю Кадырова, троллю, а они-то знают, почему я его троллю. И они, видимо, подумали, что я собираюсь, уже вот-вот будет развязка, а развязка реально уже была, вот она накануне была. Потому что после моего последнего видео про контейнер, Кадыров, прогуливаясь по городу, он там говорит, некоторые люди, он говорит, там за рубежом, они, говорит, сами в себя стреляют, сами себя бьют молотками. И вот это был момент про сами себя стреляют, это уже все, уже начинался разговор, диалог на эту тему. И, видимо, они-то тоже понимают, что в преддверии мы находимся. И, видимо, они подумали, что я сейчас начну об этом говорить и расскажу про них, что они там за деньги написали лживый пост, обманули людей. А я не собирался вообще их трогать. То есть это, ну это не настолько для меня важные или актуальные люди, о которых я бы стал вообще упоминать, они мне неинтересны. Они, видимо, испугались и, в общем, решили, что им нужно сделать первый ход, представить это по-своему, и тогда они смогут как-то в этой ситуации выглядеть лучше. Но получилось, как вы видите, хуже для них. Теперь все знают про их символическую сумму и про то, как они за деньги пишут лживые посты. Опа, смотрите. Мерзко – это когда в 2018-м ты призываешь не мешать Закаеву, а наоборот помогать, а спустя год-два называешь его врагом хуже России и всех ее спецслужб. Вот это мерзко. Смотри, во-первых, если бы реально даже так было бы, даже если бы так было, а это не так, то в этом не было бы ничего странного. От человека сначала можно иметь одно мнение, но потом он может сделать что-то, в результате чего ты о нем мнение поменяешь. Но здесь ложь заключается в том, что я просто видел это видео, мне его скидывали. И в том самом эфире покажите мне там место, где я говорю не мешать Закаеву, где я вообще называю его имя или фамилию. Как раз таки тогда уже у меня есть конкретная позиция по нему. И когда мне задают про него вопрос, я как раз таки не называю его фамилию, потому что я тогда не хочу никак идти в какую-то конфронтацию. Это вот опять-таки к моей тактике, я сам никогда первой пытаюсь не нападать. Поэтому, когда меня спросили про него, а я ничего хорошего про него сказать не мог, я дал просто обобщенный ответ. И вы не найдете там, что я сказал, не мешайте Закаеву. Я там обобщенно говорю, если кто-то делает работу против врага, не мешайте ему. Говорю ли я там, что Закаев делает эту работу и ему не мешайте? Нет, я не говорю. Но опять-таки, понимаете, если Закаев или кто-то другой, если его деятельность приводит к каким-то результатам, то это хорошо, это нам не мешает. То есть из какой-то зависти к этому сейчас пытаться обнулить результат никто не должен. Если что-то кто-то сделал, и это в целом является благом, то есть это не вредит нам, а наоборот помогает, то я лично не буду ничего. От меня вы не услышите таких вещей, как, например, кто-то обует Кадырова. И чтобы не сказать, не признать это, если Закаев завтра обует Кадырова или Путина, например, то я не скажу, а нет, это не он, а это наоборот его. Я не попытаюсь это как-то реабилитировать на явных врагах, понимаете? Несмотря на то, что у меня к ним есть уже четкая позиция сформированная, однако я надеюсь, что Аллах меня убережет от того, чтобы я не стал тем человеком, который свидетельствует пристрастно, говорит какие-то неподобающие вещи. Как относится к Янглубаеву и вообще к нему лично? Слушайте, у меня отношения к Янглубаевым кардинально изменились после того знаменитого слива их семейного чата. Там были моменты, которые очень четко их охарактеризовали и после этого то, как дальше развивали события, то, как они вроде как попытались исправить, но в конечном итоге ничего не исправили. То есть уже вот тогда к ним отношение было определенно негативным. Но видите, у меня ко многим как бы людям есть негативные отношения, но я нигде ничего не упоминаю, ничего как бы не говорю, но люди занимаются своей деятельностью и пусть занимаются ради Бога. То есть мне это неинтересно. У меня есть конкретные враги, конкретные чуваки, которых я обуваю, наказываю, сажаю, молотками бью. Мне они интересны, эти мне неинтересны. И на этих приходится отвлекаться, то есть свое внимание на них обращать. Приходится, когда они что-то вот такое делают, как, например, вот эта попытка сместить акценты, обвинить в том, к чему они причастны. То есть когда вот такие вещи происходят, то ты вынужден бываешь как бы сместить это свое внимание и что-то там как-то отреагировать. А так в целом к ним отношение, вообще ко всем, я говорю, ко всей семье у меня изменилось после того слива. У меня не было с ними ни с кем из них, кроме одного Абубакра. У меня с Абубакром была связь, так как он был работником комитета против пыток. И я с ним контактировал. Но и эти контакты как бы полностью я прервал после того слива. Про символическую сумму про Ян Гулбаевых тебе абсолютно не красит. По той же схеме могу сказать, также Кадыров заплатил тебе 1 миллион за полгода твоего молчания. Выходит, это твоя цена, символическая цена. Ты знаешь, ты бы мог так сказать, если бы ты мог бы это как-то доказать. То есть показать факт того, что Кадыров мне что-то заплатил. И у меня там, если бы у меня был какой-то разговор с Кадыровым, какое-то обещание и так далее. Но вот это вот очень важное слово здесь заплатить и наказать. Это разные вещи. Кадыров никому бы никогда не заплатил. Никому бы не заплатил за то, чтобы он там помолчал. Кадырова, если даже то, что он заплатил, он потерял там миллионы. Он заплатил ингушам, которые якобы меня... Которые тоже, кстати, думали, что меня убили. Это важный момент. Это операция, в которой были стравлены киллеры реальные. Те, кто реально должен был организовать убийство. И заказчики Кадыров. И там между ними реально идут десятки миллионов. И там нет момента заплатил. Там есть момент абул заставил. Это очень важное слово, которое вы специально не произносите. Поэтому даже если бы непосредственно был бы разговор с Кадыровым, вот так вот напрямую с ним, и в результате этого разговора его бы обули, даже это было бы величайшим достижением. Когда ты говоришь с врагом для того, чтобы его наказать, и в результате ты его наказываешь, это результат. Это то, за что нужно хвалить, а не пытаться там что-то найти. А как ты понимаешь, с Кадыровым никогда у меня не было, кстати, я был бы не против с ним подискутировать, но у меня никогда не было дискуссий с ним. У меня были дискуссии с Иудовыми и с другими кадыровскими деятелями. Но их вы все слышали. И как вы могли услышать, я в своих разговорах не называл их никогда братьями. У меня с ними были разговоры в соответствии с тем, что они враги. Так что это вы не можете мне предъявить. А что касается этой символической суммы, вот там был как раз-таки именно договор. Мы тебе заплатим за то, что ты напишешь лживый пост, и этот договор был выполнен. Ты говоришь про какие-то полгода, я не молчал полгода. Это тоже ложь. Даже мое молчание на протяжении двух с половиной месяцев, это была моя деятельность. Это мое молчание было для того, чтобы наказать врага. А не для того, чтобы у врага появилась какая-то отсрочка к чему-то, чтобы он за это время мог что-то сделать. Вы же прекрасно понимаете разницу. Единственное, я хочу обратиться к своим искренним подписчикам, моим сторонникам, людям, которые меня любят. И которые очень сильно за меня переживали. Вы, наверное, единственная неприятная ситуация для меня. Точнее, не так, вы неприятная, я сказал. Перефразирую. То, что случилось с вами, то есть то, что вы вынуждены были находиться в неведении. Вы реально за меня переживали. Многие люди присылали мне сообщения, реально плакали. И вот это вот та ситуация, которая меня во всем этом беспокоит. То, что, к сожалению, когда я обманывал этих наших врагов, и в том числе из-за лживого поста Янгулбаевых вам, вы тоже были введены в заблуждение. И в этот момент я не мог выйти и сказать, это все неправда, не переживайте. Это вот единственное неприятное такое, неприятный такой момент в этой истории. Потому что ваши искренние переживания, ваши слезы, это то, что для меня это дорого. Те ваши дуа, которые вы делали, это очень дорого для меня. И здесь, но вы должны понимать, что если бы я тогда вышел и сказал, все нормально, то вот этой операции, вот этого результата, успеха в том, чтобы лохануть, наказать нашего с вами врага, наших врагов, эта операция бы не завершилась успехом. Поэтому здесь на чаше весов было либо наказать их и добиться этого результата, либо оставить их и обрадовать всех вас. И я здесь решил, что лучше я их накажу, и когда вы узнаете правду, что я их наказал и я жив, то это будет двойная радость для вас. Я объявлюсь с двойной радостью и обрадую вас. Я надеюсь, что у меня получилось это сделать, но как бы там ни было, я искренне прошу у всех вас прощения за те переживания, которые вы испытали по причине этой новости. Но другого выхода просто не было. Вы должны понимать, что в борьбе, в этой войне приходится действовать иногда так, что людям приходится переживать. Аллах резхил, твои реальные сторонники только рады и счастливы, что ты провернул это дело. Амин. Аллах резхил, твои реальные сторонники и обрадую вас.